Доброго времени суток, мои любимые зрители! Сегодня я вам хочу представить свой рецепт молочных коржиков. Нам понадобится мука, молоко, яйцо, сахар, масло сливочное растопленное, разрыхлитель и я взяла имбирь. Вот это тот самый ингредиент, который я добавляю в свой рецепт. Этот рецепт я разработала сама. Теперь нам нужно нагреть молоко вместе с сахаром, но не доводить до кипения. В кастрюлю отправляем молоко, добавляем сахар, перемешиваем до полного растворения сахара. Добавляем щепотку соли. Сахар растворился, теперь добавляем масло сливочное. Перемешиваем до растворения масла. Смесь остужаем до комнатной температуры. Отдельно взбиваем яйцо. И отправляем половину яйца в эту смесь. А половину оставим для смазывания коржиков. Сюда отправляем разрыхлитель. Примерно чайная ложка. Имбирь тоже чайная ложка примерно. И постепенно добавляем муку. Тесто перекладываем на стол. Подпылить нужно стол мукой. И затем нужно замесить мягкое тесто. Тесто. Тесто должно получиться таким мягким и нежным. Долго вымешивать не нужно. Пока оно теплое, кажется, что липкое. На самом деле, как остывает, уже ничего не липнет. Все прекрасно. Сейчас нам нужно подпылить стол мукой. И раскатать тесто. Сверху тоже нужно подпилить мукой. И раскатываем толщиной примерно до 1 см. Чтобы они у нас получились мягкими. Берем форму любую. И делаем круглые коржики. У меня будут небольшие. Вы возьмите любую форму. Вот посмотрите, примерно вот такая толщина должна быть. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов. В оставшееся яйцо добавляем немножечко молока и смазываем коржики. Остатки теста собираем и снова делаем колобок. Также раскатываем и выпекаем. Вот такие милашки получаются. Очень нежные и мягкие коржики. Очень напоминают детство. Обязательно попробуйте по моему рецепту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...